Мы находимся сейчас на дегустации, ребятушки. Это уже шестой ролик у нас. Я Владимир Волошин, и это путешествие выходного дня. Мы отправились в Латвии, в Елгаву, для того, чтобы насладиться продуктами пчеловодства. И здесь есть такая уникальная экскурсия, когда вы целый день, ну три часа, ходите по пасеке. Экскурсия стоит 100 евро на 20 человек. Значит, вы находитесь в заповеднике. То есть, чтобы вы понимали, это устья реки Лелупы. Здесь впадает какая-то другая река в Лелупы, небольшое озеро. И сотни гектар здесь, вот на этих сотни гектарах, не производятся никакие сельскохозяйственные работы. И это все заповедная часть. И в этом заповеднике производят мед. Более того, производят порядка 12 видов разных продуктов из меда. И экскурсия три часа. Что в нее входит? Во-первых, мы идем на пасеку, заходим в домик, где происходит лечение пчелами. Лечимся в этом домике, разбираем улей, все трогаем про мед, смотрим на кучу травок, которые здесь есть. Здесь есть, видите, травочки? Эти все травочки собираются, молятся. И они смешиваются в аккуратных пропорциях с медом. И в конце экскурсии у нас чаепитие и дегустация на берегу озера. Пошли. В этом видео продолжаем подробнее говорить о каждом меде и о каждом продукте, который здесь можно купить. А в предыдущих роликах мы рассказывали все в деталях. Мы на молекулы разобрали, какой именно мед, как он добывается и чем он отличается. Продолжаем дегустировать. С медом мы закончили, и теперь дегустируем продукцию из меда. Так. Это у нас, значит, мед с прополисом. Да, мед, в котором 5% это прополис, очищенный, развавленный спиртом, потом спирт из него выпаренный. Получается густой-густой такой прополис, который перемешивается уже с кремованным медом в течение где-то еще полутора часов. И образуется такая вот масса, которая является, ну, медом с прополисом, да, имеет обалденный запах, да, выраженный очень прополиса и обалденный вкус. А для чего он рекомендован, например? Этот мед, он в основном для людей с расстройствами какими-то дыхательных путей, то есть после ангины, после ковида, после гриппа. Есть ли во рту какие-то проблемы с деснами, воспаление десен, да, то есть вот это идеальный вариант, да, после ожога, допустим, полости рта, если ты там чая горячего хлебанул, у тебя там обожглось, ты как раз этим вот медком можешь подлечиться, то есть идеально заживляет все ранки, все микротрещинки во рту и, опять же, очень хорошо на дыхательные пути влияет, то есть надо, must have. Да, это мед с прополисом, да? Да. Смотрите, такая баночка, сколько она стоит примерно? 6 евро. Мед с имбирем и лимоном, да, рекомендации абсолютно те же, за исключением, может быть, именно проблем с полостью рта, да, все остальные рекомендации по дыхательным путям и к укреплению иммунитета, то есть витамин С из лимона, потому что здесь именно цедра лимона, измельченная, в этом деле все присутствуют, то есть она там потом напитывает влагу, изначально она сухая, прям вдрызг сухая, она когда перемешивается с медом, она напитывает влагу, дает эту кислиночку, дает прям этот вкус лимонный обалденный, и этот вкус, он закрывает этот имбирь, который там присутствует, то есть когда ешь, ты не чувствуешь горечь имбиря, ты прям вот кушаешь, у тебя такой вкусненький кисленький лимончик, все, и мед, да, но ты имбиря там практически не чувствуешь, он там есть, он дает остроту, но ты не чувствуешь его, не дает горечи. И стоимость баночки 6 евро. 6 евро на 7 евро – это древнее индийское лекарство от всех болезней. То есть, опять же, укрепление иммунитета, профилактика различных кишечных заболеваний. Вот вообще то, что как бы нужно для просто профилактики здоровья. А по вкусу? По вкусу тоже обалденно. То есть и цвет, и вкус, он обалденный. Запах тоже классный. То есть прям куркума, куркумой очень-очень вкусно. Сочетание с медом просто вкус непередаваемый. Он определенный, его нужно пробовать и покупать. Мед, медовая смесь здоровья – это наше собственное изобретение. Здесь присутствуют как корица, как тот же имбирь, как тот же лимон, как пыльца. И еще, по-моему, парочка ингредиентов. Для поднятия иммунитета. Это для поднятия иммунитета. То есть именно для поднятия иммунитета. Не каждый ест, допустим, пыльцу, не каждому нравится чистая пыльца. Или даже смесь меда с пыльцом в чистом виде. А здесь как бы несколько вкусов, которые перемешаны, дают такой определенный букет, который, в принципе, приятно есть. И это, в принципе, уже можно сказать, что лекарство. То есть это каждое утро с чаем по ложечке обязательно натощак или просто с водичкой с холодной размешать. Прямо иммунитет поднимет за неделю просто в несколько раз. Стоимость? Тоже 6 евро. Мед с корицей. Значит, тоже обалденная штука. Для тех, кто любит, допустим, вот булочки с корицей, это просто обалденное лакомство. Для тех, кто не любит булочки с корицей, но просто к корицей относится вполне адекватно и как бы ее принимает, вот, пожалуйста, мед с корицей. То есть, опять же, респираторные заболевания, опять какие-то кишечные инфекции, дезинфекция полости рта. Обалденная штука. Вкус непередомаемый, вкусный. Дети любят, взрослые любят. Кушаешь с чаем, просто можешь намерен хлеб намазать, булочка с корицей получилась. Обалденная, классная, вкусная. Вот мед с мятой. Обалденный продукт. Опять же, это для тех, кто любит мяту, вообще супер лакомство. То есть, чай с мятой, вода просто в кипяточек, опять же, эту ложечку размешала с кипяточком, у тебя получился чаек мятный. Прям реально мятный чай с медом сразу. То есть, два в одном. Одну ложку размешал, все получил. Против респираторных заболеваний, опять противовирусное, опять обеззараживающее. То есть, очень-очень полезно и вкусно. То есть, каждый может, в принципе, нашу продукцию подобрать на свой вкус. То есть, кому надо, конкретно вот мята, кто любит мяту, вот, пожалуйста, идеальный вариант для того, чтобы и приятный, конечно, запах изо рта после этого. Мед с шоколадом. То есть, это мед для детей. Это альтернатива, здоровая альтернатива нутелли. То есть, если дети любят вашу нутеллу, но не любят мед, вот эта баночка заменит им нутеллу. Если вы им не скажете, что это мед, а просто дадите ложечку попробовать, это зайдет как нутелла, даже лучше. Все дети у нас, и мамы с детьми берут эту баночку постоянно, регулярно. Есть люди, которые просто только регулярно у нас специально берут эти баночки, потому что их дети, это едят теперь вместо нутеллы. Это намного полезнее, намного вкуснее. Опять же, шоколад, это опять же тот же противовирусный, опять же, обеззараживающий эффект производят на организм. Плюс приятные гормоны, которые шоколад... Как сказать, который шоколад... Слезешь потом. Который шоколад стимулирует выделение... Шоколад стимулирует выделение гормонов счастья. Вот это идеальный продукт для того, чтобы покушать, стать счастливым и приступить к новому трудовому дню. Мед с пыльцой, то есть пыльца с медом. Мы перемешиваем мед с пыльцой, получается некая масса, в которой вот так вот прекрасно все это дело выглядит сбоку, да. Мед перемешиваем с пыльцой. Опять же, для тех людей, кто не хочет просто есть пыльцу, не нравится им пыльца... А для чего надо есть пыльцу? Пыльца это вообще один из самых лучших продуктов пчеловодства, потому что это кладезь микроэлементов и витаминов для человека на сутки. То есть одна ложка такой пыльцы, это вот ты на сутки полностью себя снабдил всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. То есть в одной чайной ложке пыльцы... То есть он необходим здоровью, а чтобы его было комфортнее употреблять, добавляется мед. А мед какой добавляется? Мед добавляется абсолютно любой. То есть это можно сделать и дома, но тебе нужно купить баночку меда, купить баночку пыльцы, потом перемешивать. А здесь один продукт, сразу два в одном. То есть ты покупаешь баночку, у тебя уже готовая смесь, которую ты просто взял ложечку и съел. И тебе нужно на кухне разводить там какое-то непонятное действие. Поехали. Мед с тавлогой или мед арвигресс. Я так понимаю, это твой любимый? Это мой любимый, да. Это наш самый любимый продукт. Это мед с цветами, измельченными цветами, высушенными измельченными цветами тавлоги. Мы ее здесь собираем повсеместно у себя на участке, на нашем хозяйстве. Потом ее промываем, сушим, в итоге измельчаем и смешиваем с медом по определенной технологии. То есть так же, как и все остальные наши смеси, мы ее делаем. Здесь в этом продукте больше 5% этой тавлоги. Замечательный вкус, обалденный аромат и успокаивающий эффект для нервной системы. То есть, если вам, допустим, тяжело засыпаться вечером, вы по чайной ложечке каждый вечер этого меда с чаем едите и в течение недели успокаиваете свою нервную систему до такой степени, что вы будете просто спокойно ложиться и спокойно засыпать. Естественно, многие люди просто берут, потому что обалденный вкус даже не для того, чтобы поиметь этот успокаивающий эффект, а просто из-за вкуса. Обалденный продукт. Всем рекомендую. Так, пыльца. Да, пыльца пчелиная, очищенная. Самый лучший продукт для иммунитета человека. То есть, мы по чайной ложечке с утра этого продукта съедаем и обеспечиваем себя на целый день минералами и микроэлементами. То есть, тем количеством, которое нужно человеку здоровому на целый день. В случае каких-то болезней можно дозу увеличивать, но, в принципе, для продержания нормального иммунитета в течение дня, ты съедаешь только одну чайную ложечку с утра, натощак, с водой. Либо с холодной, либо с теплой. В зависимости от того, какой мы эффект хотим получить. Если с холодной водой мы кушаем такую ложечку, мы худеем. Если с горячей, мы, наоборот, немножко полнеем, набираем вес. Это внутренние какие-то там фишки организма. Об этом лучше спрашивать у индусов. Прошли уже эту декористацию, мне в голову забралась одна просто офигенная идея. Хочу тебе посоветовать. Смотри, если я просто приобрету одну банку, я не получу тот букет эмоций. И если вы будете заказывать у него сразу, я бы советовал бы это сделать следующим образом. То есть вы с ним созваниваетесь и говорите, смотри, ну вот у меня один ребенок нервный. Он говорит, окей, тогда вот эту баночку. У меня второй ребенок сладкоежка. Ну, сахара не хочу ему давать. Он говорит, окей, тебе эту. Ко мне приходят гости, и они любят коньячок пить. И вот он под вас бы брал бы коробочку и набирал бы где-то 5-6-7 вкусов. В одной коробке 5-6-7 вкусов. И вот такую декористацию, а вы же прослушали все эти ролики, понимаете, вы можете заказывать себе домой. То есть вы собираете людей для чего у себя на квартире? Шашлычки пожарить, да? Тандырчик, плов сварить. А попробуйте такие дегустации с чаем полезные делать у себя в семье. Для этого я оставлю его контакты. Вы, наверное, по WhatsApp свяжитесь и наберите этот свой продукт для себя сами. Сейчас хочу задать вопрос. Как ты думаешь, после нашей дегустации, что у нас было самое популярное и почему? То есть мы эти баночки все попробовали. Давай посмотрим, чего мы больше съели. Что самое вкусное? Можешь показать? Самое вкусное из этой баночки? То есть, конечно же, то, чего мы больше съели, то и будет нашим топом номер один. А вот что это? Что вам больше всего понравилось, Детей не обманишь? У меня с шоколадом. У меня с шоколадом. У меня с шоколадом. У меня с шоколадом. То есть вот эта фишка, понимаешь, ты раньше рассказывал про это, а вот результат. Ребят, хотите, чтобы дети кушали нутеллу без сахара? Вот она. А она похожа на нутеллу? Вот нутеллу, которую, Ника, мы сегодня утром кушали дома. Она похожа на нее? Пауза. Да. Да? То есть получается, что у нас шоколад, а пыльца меньше всего. Почему? Ну вот, дети не любят пыльцу. У нас же в основном дети дегустировали. А, если бы были взрослые, то топчик был бы совершенно по-другому. Было бы больше взрослых, кто-то пыльцу. Ну, пыльцу, видишь, немногие люди любят пыльцу. Ее надо есть, но ее немногие любят. Даже я в детстве пыльцу не ел. Да. Сейчас ем. А раньше в детстве мне предлагали, я пробовал, даже в юности мне не понравилось. Да, когда начал заниматься пчеловодством. То есть смотрите, если у вас нету возможности попасть на эту дегустацию, у вас дети, ребят, ну смотрите, просто ничего себе дегустация, мы съели всю банку просто. Взяли и съели всю банку. Пыльцу все попробовали. После, вот это что у нас было? Это с мятой. А, то есть у нас топчик, это шоколад и мята. Шоколад и мята. Естественно, если вы ищете какой-то сильный, хороший подарок, просто обращайтесь к нему. Он в упаковочке упакует вам, смотрите, шоколад, мята, залетает на ура, ну и плюс кучу того меда, от которого просто кайфуешь. Это самый лучший подарок, если ты ищешь какой-то подарочный экземпляр, либо ты собираешь у себя друзей каких-то и хочешь их чем-то удивить. Мы оставим туда контакты. Обязательно. Спасибо за эту классную экскурсию и особенно за дегустацию. Спасибо, Володя. Всегда.